Тренировки, которые продолжаются по сей день. Ну и вот первый контроль мяча, первый опасный момент. Сейчас срывается в штрафную соперника и 1-0. И достаточно просто, мне показалось, в этом эпизоде счет был открыт. Илья Абаев выскакивал из ворот, но уже ничего не мог поделать, потому что его Кирилл Климов очень аккуратно перебрасывает. Мячом и открывают обравчане счет в нашей встрече в рабочем режиме. Спокойно, но все-таки не без доли радости этот гол приветствуется у нас. 6-4 сейчас нам подсказ. По-моему, мы слышим, это, видимо, модель обороны у ГОС в 6 защитников. Такое крайне редкое явление в профессиональном футболе. 2-0 сейчас становится. Как просто дубль 17-го номера. Затяжная атака, два угловых, несколько подач слангов. И я так понимаю, что голевой передачи Гилаян оформляет, а Климов делает счет 2-0. Пока достаточно сдержанная реакция. После этой атаки опять комбинируют на коротке здесь. СКА поддавливает прессерги и 3-0. И грубейшая ошибка в обороне. Климов хет-трик. Пора уже кепки бросать на газоны. Если они, конечно, там заготовлены. И вторая голевая передача в исполнении 9-го номера. Ишхана Гилаян. Да, пока 15 минутка просто ударная для СКА. И, к сожалению, год сейчас выглядит очень-очень тяжеловато. Надеемся, что команда. Можно было еще справа включить партнера. Но для этого и есть товарищеские матчи, чтобы пробовать такие моменты разрезающие. Ой, друзья, ну это красота. Это в хайлайты, это в соцсети СКА должен грузить прямо сейчас. Потому что, ну, расчерчена комбинация была великолепна. Василий Олейников еще один из трех лучших бомбардиров с игры, если говорить. Если в целом, давайте поставлю такую паузу. Илья Петров лучший бомбардир. Но у него из семи мячей шесть было забит в пенальти. Такая интересная ситуация. Если не продвинуться к чужой штрафной потери. В центре есть огромное пространство. Стоит Олеев. Проходит соперника на дриблинге. Четыре в четыре атака. Саид до двоих пошел. Проходит. Саид забивает. Саид забивает. Забивает он, укладывая мяч в уголок. Шесть мячей у него было в прошлом сезоне ФНЛ. И Саид Олеев на настоящую красоту. Оформляет. И у нас счет 5-1. Это уже, так сказать, попахивает выносом. Друзья. Уже в первом тайме. Сам в центре мяч забрал. Вот хорошая функциональная готовность уже показана Саидом. Как я уже говорил в первом тайме подробно. Многие там профессиональные футболисты. Да, все-таки шестой мяч. Влетает в ворота. Полнейший провал здесь. В центре обороны. И забитый мяч на свой счет оформляет Альбек Мангапшев. Одиннадцатый номер. Увидим, что очень спокойно реагирует. Что касается Альбека, то у него не было забитых мячей в прошлом розыгрыше. Я сам себя по поводу волевой победы над КамАЗом 3-1. Если это вопрос 18-го тура... Давайте я сейчас сам себя еще проверю. И то тогда все-таки... Все-таки тогда счет был у нас 3-0. Да, и затем только КамАЗ забил первый мяч. То есть там она не была волевая. И вот обращаясь к нашему пользователю Даниилу. Победа над КамАЗом все-таки была в... Давайте так сейчас досмотрим. Уже штрафной мяч. Может делать передачу. Да, это будет легкий гол. Кажется, так оно и есть. 8-2. Быстрая атака по правому флангу. Классная передача. И, вы знаете, во втором тайме мне очень понравился Альбек. Гангапшев, который сейчас покатил мяч на Кирилл Никитина. Кирилл Никитин спокойно мяч переправляет в ворота. Отмечу Томаса Рукаса, который выполнил идеальный кросс туда, на правый фланг. Прямо в ногу партнеру. Обработка, подработка. Дальше проходим.